Всем привет, ребята! Меня зовут Джон Доу. Мы продолжаем проходить Prey на уровне сложности Кошмар. Прямо сейчас мы находимся в аппаратной лаборатории. Это что за звуки? В аппаратной лаборатории. И вы знаете, мне написали в комментариях интересную вещь, ну опять же, это не точно все, но написали следующее, что якобы мимики адаптируются под вашу игру. То есть, например, если вы очень ловко палите их на полу, то в итоге они начинают прятаться выше. Поняли, да? Я не знаю, правда это или нет, нужно будет это обязательно потестировать. Может кто-нибудь знает, как бы заметил такую тему, то отпишитесь, пожалуйста, помимо всего прочего, я знаю, что хочу сделать. Я хочу поставить в быстрый доступ аптечке, да, чтобы постоянно не переходить в инвентарь. Подожди, стой. А, тфу ты, тут все сразу доступно, я понял, да, вон видите. Можно использовать, это получается правый триггер, и тогда все будет замечательно и здорово, помимо всего прочего. Мне также написали, что костюмы можно починить, используя, ну не запчасти явно, меню, нет. Вот это что такое? Психостимулятор, повышающий псипотенциал. Это, по-моему, не то, а то, что мне нужно. Использовать пока что нельзя, это, видимо, потом в дальнейшем. Давайте я, наверное, блины сразу съем, чтобы восстановить хп. А, вот, по-моему, да, намбор для ремонта костюма. Вот так будет неплохо, да. Спасибо за подсказочки. Ну, а прямо сейчас, что нам нужно сделать? Нам нужно попасть в мастерскую доктора Кальвина, но для этого нужно найти пропуск. Лоренцо Кальвина находится в той степи. Ну, давайте его искать. Я еще хотел кое-что проверить. Тут было пару компьютеров и записки. Рабочий журнал инженера. Запись четвертая. Результаты предварительных испытаний с увеличенным коэффициентом жесткости внушают надежду. Однако сложно заставить фабрикаторы делать их жесткими, но не хрупкими. Другой вариант. Поискать что-нибудь в грузах, доставленных с земли. Правда, у помощника Тарстейна. Глаз как у орла. Запись четвертая. Дополнение. Дорогой дневник Клайва. Он просто хочет произвести впечатление на Мэри, улучшив ее игрушечную пушку. Но даже если у него получится, она все равно до него не снизойдет. Дополнение к дополнению. Я скоро улучшу дальность стрельбы, а ты, Франклин, держись подальше от моего журнала. Забавно. Охотница готова. Так, ребят, по-моему, эта штука готова. Я назвал ее дротикомет-охотница. Клайв, классная идея насчет емкостных наконечников. Эти наконечники будут активировать любой сенсорный экран. Я собрал кучу мусора, которым можно кормить фабрикатор. После работы наделаем дротиков и испытаем их. Ладно. Пропавшие детали. Получается, вы заглянули в журнал распределителя операторов? Да заткнись ты! Вы заглянули в журнал распространителя операторов? Каждый оператор на станции должен быть учтен. Я поговорю об этом с Аликсом. Как угодно. Этим не я занимаюсь, а Морган. Неисправность в фабрикаторе. Подожди вниз. Доктор Торстейн. Я проверил все отпечатки и решетки нейромода в фабрикаторе. Они в норме. Никаких видимых дефектов нет. Возможно, мне придется разобрать машину. Может, причина неисправности в параметрах, которые используют Игве. В это сложно поверить. Ведь Игве очень внимательный. Но каждый может ошибиться. Я займусь этой проблемой. Может, дело не только в этой партии? Не было ли бракованных экземпляров предыдущей? Дальше. Клайв, спасибо за информацию. Дальше я сам разберусь. Ясно. Уходим отсюда. Доротикомет мы, кстати, так и не использовали. Но там, я думаю, когда найдем какой-нибудь терминал или кнопку, которую нужно будет нажать, и до которой я не смогу добраться, да, то мы обязательно с вами воспользуемся. Что у нас здесь? Управление конвейером. Внимание, требуется плановая проверка грузового конвейера. Не пользуйтесь конвейером без надлежащего доступа. Вот, я вижу, да, минуту туда будет подняться. А нет. Я видел только что мимика. Вот, сука. Но там где-то еще один в той степи. Подниматься не пришлось. Ладно, забираем-забираем. И еще один нейромод. А это что такое? ЭМ-заряд. ЭМ-заряд создает мощный импульс электромагнитной энергии. Он особенно эффективен против роботов, турелей и других субъектов, использующих электричество. А, и еще, знаете что? Мне написали, что можно избавиться от радиации, бросив... Бросив утилизирующую гранату. Эта тварь забежала куда-то вот туда. Нет, это не то. Ладно, давайте бросать в таком случае. Подожди-ка. Утилизирующая граната. Это круто! Это офигительно, по-моему, просто, да? Давайте сейчас все это соберем. Это что у нас такое? Чертеж разводного ключа. Забираем. Вот еще у нас... Гипс-пушка очередная. Можно ли сюда подняться? Ну-ка, давайте посмотрим. Можно. Сука. Ладно, ладно. Смотрите, забрался наверх все-таки. По-моему, вот эта вот хрень, да? Замечательно! Это было круто! Давайте лутать. Запчасти забираем. Это тоже забираем. Неромод. Еще два штуки. И... Это что у нас такое? Ну, это мне не нужно. Сейчас записку прочитаем. Баллон для гипс-пушки забираем. Набор для улучшения оружия тоже. Записка. Клайв, мы должны повысить скорость перезарядки гипс-пушки. Пускатели на этом устройстве работают, ну, очень медленно. Мэри. Давайте, знаете, что сделаем? Смотрите. Я же могу сейчас что-нибудь улучшить себе, да? С помощью нейромодов. Инженер. Вот, я хотел гипс-пушку прокачать. И теперь, смотрите, снаряжение. Улучшить. Эффективность. Вот. Начнем с этого. Ну, и пока что все, я думаю. Ну, что ж такое? Надо узнать, что там врезается в станцию. Если врезается. Что-нибудь еще здесь интересное есть? Вот там, я помню, да. Машина. Мне сказали, что еще, знаете, можно сделать. Можно, получается, использовать шокер. Да, и так проще будет эту машину уничтожить. Вот это вот надо потушить, по идее. Как это нам сделать? Гипс-пушкой, конечно же. Подожди. Не то. Не то, не то, не то. И это, наверное, тоже нужно заделать, да? Это так не работает, судя по всему, да? Нет, это так не работает. Перезаряжаемся. Готовим шокер. А мы сюда вообще не зайдем, да? Может, как-то сверху это можно сделать? Да, это можно сделать сверху. Я знаю, к туда добраться. Давайте впервые используем гипс-пушку по назначению. Пошли наверх. Не, ну это, конечно, идея просто офигительная, как по мне. Ух ты, тут еще утилизатор есть. И еще здесь можно делать всякую бяку. Ну, давайте все сейчас соберем, да? Потом утилизируем все лишнее. Это у нас чертеж двигательной установки Artex. Руководство по использованию формы TransStar. Форма TransStar создана для того, чтобы обеспечить вам безопасность и комфорт, и облегчить вашу работу. Вы должны носить форму все время, пока находитесь на борту станции. Мы делаем все, чтобы Талос был уютным и безопасным, однако постоянно существует вероятность возникновения опасной ситуации. Принадлежность к отделу обозначается цветом формы. Коричнево-черное, корпоративное отдело-администрация, зелено-белое, наука и технологии, оранжевое, инженеры и техобслуживание, сине-черное, служба безопасности. Погоди, что-нибудь еще здесь есть? Да, вот для дротикомета. Это, наверное, мы скушаем. Моток проводов. Опа, подожди. Забираем все это дело, сейчас переработаем сразу. А, ну и, в общем-то, все. Давайте считать, что у нас здесь имеется. Клайв, привет. Извини, что раскидал дротики по всему механическому цеху. Просто это единственное место, где я могу опробовать новую пушку. Кажется, у меня неплохо получается. Ты еще хочешь мне помочь? Мэри, я уже завербовал. Не дрейф. Кот из дома, мыши в пляс и все такое. У меня есть пара идей. Я что-нибудь сочиню, пришли тебе и Мэри. Психотронный спутник. Франклин, спутник, который сейчас находится в ремонтном отсеке механического цеха, будет списан. Однако, доктор Келструм попросил, чтобы мы сняли элементы психотронного транзистора и установили их на новый спутник. Я не знаю, зачем они нужны. Так что не спрашивай. Просто сделай это побыстрее. Ясно. Ну, давайте все лишнее скинем. Получается переместить хлам. И еще вот этот ключ нам нужно выкинуть тоже. Подожди. Переместить. Что-нибудь еще? Да вроде все остальное мне нужно. Все. Теперь вот здесь нужно сделать эту хрень. Получается двигательная установка. Поместите в ячейки. Что здесь нужно? Бесконечные лицензии, ладно? Создать. Двигательную установку собираем. Зажмите во время падения. А, вот оно как, да? Ага, круто. Хорошо. А теперь вот здесь. Я хотел сделать еще потрошки. 12-го калибра. Все. Норм. Живем. Ну-ка. К сожалению, да. Двойной прыжок здесь, конечно. Двойного прыжка здесь нет. Как нам поступить? Как бы нам туда добраться? Есть какие-нибудь идеи? Подожди, там вон еще что-то было, по-моему, да? Файлы. Смотрите. Драдикомета Охотница. Чертеж для изготовления драдикомета. Список улучшений. Уменьшает шум при выстреле, хотя, на мой взгляд, все еще громко щелкает. Уменьшает вес при сохранении структурной прочности. Ствол больше не раскалывается. Утверждено название драдикомета Охотница. Отвергнут вариант Клайва Болемет и вариант Франклина Истерзатель. Заряд для драдикомета. Чертеж для изготовления зарядов для драдикомета Охотница версия 3.2. Повышает меткость стрельбы. Изменена молекулярная структура пены, чтобы она не рассыпалась в руках. Попытки уменьшить шум при попадании по-прежнему не дают результатов. Добавлены изменения, внесенные Клайвам в формулу флексипены. Давай-ка назад. Электронная почта. Мэри, наверное, вы уже заметили, что у нас проблема с одним из баков возле кладовки. Из-за этого возникла небольшая утечка радиации. Пожалуйста, не подходите к баку. Предупредите остальных, а я займусь ликвидацией утечки. Лига ассасинов? Привет, Мэри, это Гэри Сноу. Я работаю в системе обслуживания персонажа. Ходят слухи, что вы, ребята, придумали какую-то новую пушку, стреляющую дротиками. Говорят, вы изображаете ассасинов в дендрарии и жилой секции. Возьмете меня? Ха-ха-ха. Короче, херней страдают. Ну вот, смотрите, дротики, так, понятно. Дротикомет-охотница. А, ну это, я так понимаю, подожди-ка. Это просто чертеж дротикомета-охотница. Точно такого же, который у меня есть. Ну и дротики мне не нужны, потому что я вообще ни разу еще ими не пользовался. Ну, я думаю, рано или поздно воспользуюсь. Может, даже где-то здесь. Вот как это провернуть, а? Как-то же можно тут добраться. Секундочку. Просто не хочу тратить пену, ой, в смысле гипс. Давай-ка сюда. Вот сюда. Ну, я не долечу, мне кажется. Хотя, если я сделаю вот так, то, может быть, я смогу доцепиться. Нет, все. Дай попробуем. Вот, отлично. ЭМ-заряд и еще один ЭМ-заряд. Франклин Гуд. Круто. Не, ну это замечательно. Это просто замечательно. Ну, мне еще посоветовали, в общем-то, идти по сюжету. Кстати, там же можно было, наверное, спуститься, да? Одну секундочку. Хотел кое-что проверить. Давай-ка здесь поднимемся. Это можно сделать? Да. Вот сюда. И вот туда. Там же, по идее, как-то можно туда вниз спуститься. Я прав? Нет, по всей видимости, нет. Нужно, видимо, качать перенос и убрать вот это вот все барахло с пути. Где вот это вот барахло. И только тогда я смогу зайти внутрь. Ладно, будем иметь в виду. А пока нам нужно добраться до Лоренца Кальвина. Он где-то в той степи. Сейчас притормозим. Он вот там наверху, да? Ладно. Ой-ой. Все. Наверное, надо весь огонь потушить, да? Чтобы, блин, я тут не палил себя. Хотя это, наверное, вряд ли возможно... А, вот возможно. Нет, нереально, мне кажется. Хотя нет, реально. Ну, в принципе, норм. Нет пропуска. Это печально, что я могу сказать. Панановая кожура, лаборатория баллистики. Забираем, забираем. Вот это вот лаборатория баллистики. Да. О, кто у нас здесь? Давай-ка сделаем быстрый сейф на всякий случай. Вот это вот мы забираем. Вот это вот. Главное сейчас не разбивать стекло. Для Лили новый код 6015. Сейф отдела баллистики. Нужно теперь сейф найти. Ну что, вы уроды уже не такие страшные, да? Погоди-ка, а вот здесь что у нас? Больше ничего не вижу. Вот еще какое-то барахло. Тут у нас записка очередная. Дата инцидента. 21 октября 2034 года. Описание, утилизирующая граната взорвалась и зацепила мою ногу. Органический материал, который был частью моего тела, теперь спрессован в шар, который вы видите перед собой. Будьте осторожны. Охренеть. Я вообще не представляю. Вот прикиньте, такое увидеть. Кинул гранату, да, и что-нибудь там кусок твоего тела перерабатывается у тебя на глазах. Это жуть, по-моему. Подожди, запустить утилизирующую гранату. А теперь открываем. Забираем, забираем. Ну, вроде все. Вон получается сейв. Сейчас мы его ултанем. 6, 0, 1, 5. Забираем, забираем, забираем. Материалы нам пригодятся. Электронная почта. Лилия, я тут тестировал утилизирующую гранату, и произошло нечто необычное. Я положил стандартный материал в камеру и взорвал заряд. То, что получилось в результате, было перемешано с какой-то лиловой органической на вид субстанцией, которую я никогда раньше не видел. Может, сырье чем-то загрязнено? Я не знаю, что делать дальше, поэтому пока положил неопознанный материал в сейв. Но это, получается, скорее всего, просто был один из мимиков. Я прав, и он переработал мимика. Схема утилизирующей гранаты. Лилия, мне сообщили, что вам нужна обновленная схема утилизирующей гранаты. Совершенно случайно, у меня есть запасная схема. Она лежит в моей комнате. Напомните мне перед следующей сменой. Я ее принесу. О, нужно будет забрать обязательно. Что-нибудь еще у нас тут имеется. Блин, слушайте, так интересно все это дело изучать. И читается, вот мне нравится, что сценаристы молодцы. Что в Дизонорде, что в Прея, они пишут очень интересно. Вот, допустим, взять последний Деус Экс. Последний Деус Экс, да, как пример, тоже Эммерси в Сима. Там писанины много. Действительно, видно, проделана большая работа. Но при всем при этом, да, при всем при этом, а, все ясно, эта писанина очень скучная в большинстве случаев. Даже вот эти вот записки там или почта, оставленная там просто обычными людьми, ну, она скучно написана. Ее неприятно читать в большинстве случаев. Здесь же как-то, ну, не знаю, это как-то повеселее. И где-то тут какие-то шутки проскакивают, да, где-то там они дурачатся. Ну, то есть чувствуется, нормальные же люди здесь работают. В принципе, как и на любом предприятии, да. Всякая такая рода хрень происходит. И вот мне нравится этим сценаристам у Arkane Studio, что они вот умеют так писать. Что это реально очень интересно читать. Это мы читали. Подожди. Где-то здесь есть этот, как его, фантом. А куда вот я приду сейчас? Забираем. Подожди-ка. И вот это вот мы забираем, перезаряжаемся сразу же. Ну и, в принципе, все. Можно, я думаю, уходить. А нет, подожди, смотри, служебный люк здесь есть. И это я оказался. Я где-то рядом здесь... А, я там наверху был, да. Тут ничего нет вроде. Ну, все, давайте уходи. Я так понимаю, что нам сейчас нужно выйти в открытый космос. Я прав? Подожди. Пошли так и поступим. Только я не пойму, где фантом. Я так понимаю, что он выше, правильно? Подожди-ка. А может, нам вот сюда все-таки? Одну секундочку. Да давай же, цепляйся. Ну уже. Морган. Ну, что ты делаешь, Морган? Давай. Ах, блин, подожди. Вот сюда. Вот сюда. Я понял. Фантом слева где-то. Давайте все это дело осмотрим. Еще пистолет, патроны. Медицинский отсек. Забираем аптечку. Чертеж аптечки у меня уже один есть. Ну да ладно, все равно заберем. Это получается, да, оператор. Ну я не буду его, да, вызывать. В принципе, пока лечения не нужно. Сука. Справа. Сгоревшая плата. Все норм, живем. Не расслабляемся. Ну что ж такое? Вот, можно еще сильным ударом. Мне тоже про него написали. Спасибо, ребят, за подсказку. Больше дамага наношу. Благодаря такому удару. Что это такое? Это мимик очередной, да, труп. Получается, у нас изношенный провод здесь. И вот еще моток проводов. Ну и в принципе, тут все, да? Вот только сюда еще можно зарулить. И тут я был. Да, тут я был. Поэтому давайте вернемся. И там походим еще наверху. А затем двинем в открытый космос. Наверное, в открытый космос. Хотя я вообще-то в этом сильно сомневаюсь. Давай-ка сюда. Забираем, забираем, забираем. Новая аудиозапись. Hello? Hey, it's Langley. Are you, uh... Is there anything weird going on over there? No, like what? I don't want you to panic. What is going on, Langley? Not sure yet. Security is running all over the place. So, everyone's still working there? I guess, I don't know. I've been in the lab all day. Hang on. I'm looking now. I don't... What was that? Oh my God, I think we just lost two laps. What? I have to go. Давайте сохранимся. Вон та тварь. Подожди, там еще и мимик. Замечательно, просто замечательно. О, блин. Да, это будет тяжко. Что предлагаете? Давай, говно, иди сюда. Побежали. Ну, я так и знал. Надо было присесть. Нужно было присесть. И вообще, желательно, наверное, подлечиться бы. Но погоди. Давай лучше сначала, наверное, сходим, где находится пропуск доктора Калвина, да? А потом мы двинем лучше сюда. Подожди, давай лучше обойдем. Давай обойдем. Здесь был лифт, оказывается. Я там прыгал, блин, как не знаю кто. Вот там еще что-то нужно забрать. Погоди, давай-ка сюда. Кстати, у меня еще отличная идея, кажется, появилась. Мы потом баллон используем для того, чтобы взорвать мимика и... Может быть, фантома зацепить. Угу. Ладно. Давай-ка сейв. Вот это вот мы берем. И погнали. Мимик где-нибудь есть? Охренительно. Он очень быстрый, ребята. Он очень быстрый. Еще разок. Нужно еще раз провернуть эту всю херню. Где это было? Вот. Давай-ка еще разок. Мимик, мимик. Где ты, сука? Подожди. Один готов. Но это еще не вся. Это еще не вся. Пока нужно обезопасить зону. Ух ты. Записка. Здравствуйте. Меня зовут мистер клей Климордус. Ха-ха-ха. Вы дебилы. Господи. Кого вы тут на работу-то взяли, а? Подожди. Что там было? О, можно его починить. Да что ж такое? Подожди. Да не та кнопка. Ммм. Футаюсь, ребят. Секундочку. Все. Если что, он меня прикроет. Подожди-ка. Пароли у меня нет. Взломать я, в принципе, это дело все смогу. Фантом. Да, это все фантом. Это все забираем. Подожди. Тут пусто. Это что такое? Сука. Да охренеть. Ну что ж такое-то, блин, а? Они так быстро выскакивают. Мне реально аж... Вот я аж дергаюсь. У меня еще звук в наушниках громкий, как всегда. Электронная почта. Тадиус, пожалуйста, присмотри за Франклином. Он слишком много времени тратит на личные проекты и развлечения. Да, все мы люди, я это понимаю. Но боюсь, что он может воспользоваться двигательной установкой, чтобы попасть в запретные зоны. Ясно. Вы ничего не теряли. Привет, это газ с кризового отсека. В свою смену я нашел кое-что интересное в контейнере, предназначенном для погрузки. Кажется, это схема автономной турели для мабрикатора. Она лежала вместе с старыми конденсаторами, которые должны отправить в комплекс Пифей. Может, она туда случайно попала, я не знаю. Офицер службы безопасности положил ее в сейф, в комнате охраны отсека систем жизнеобеспечения. Если она вам нужна, поговорите с ним. Теперь ты главный. Таддиус, доктору Кальвина не здоровится. Он не может показать нашим гостям последнюю версию зеркала. Так что мне придется надолго отлучиться из лаборатории. Все в рабочем состоянии. Но на всякий случай, вот себе код от моего кабинета. 8284, хорошо. Это здесь, да? Да. Кукусики. Нет, выпрыгнул бы уже, я думаю. Ну там внизу, по-моему, мы были, да. Мы отсюда пришли. О-оу. О-оу. Стой, тихо-тихо-тихо. Подлечимся лучше, давайте. Вроде чисто, да? Что там было? Каюта Йоргина. Ага. Офигительно. Ну да, они были людьми, судя по всему. Просто как так произошло, что они стали вот такими? Там тифоны какую-то заразу, что ли, распространяют? Или что? Ржавая спираль. Космический лифт. Да, это мы читали. Подожди. Сейчас давайте все осмотрим. Тут ничего. Это мы забираем. Два нейромода. Точно пригодится. Это тоже заберем. Тут вроде как пусто. Подожди-ка. Вот это вот сейв. Записка. Если забыл код. Честно говоря, это мне мало что дает. Я немножко не понимаю, о чем речь. К сожалению. Но я думаю, подсказка где-то есть. К звездам и даре. Неофициальная история Транстара. Открытие, названное Рейсовской теорией поля, стало отправной точкой для научных чудес, которую Транстар сотворила менее чем через год. Взять, к примеру, вездесущих операторов, использующих эффект локальной антигравитации. Следующий из той части теории, которая посвящена гравитационному взаимодействию. Работы доктора Райеса лежат в основе многих современных технологий. От полей, разделяющих материю на частицы в недрах утилизаторов, до искусственной гравитации, позволяющей спокойно шагать по полу из итальянского мрамора в холле Талоса-1. Угу. Но больше здесь ничего. Угу. Не, подожди. А откуда он вылез? Подожди, его ж там... Он где-то здесь был, что ли? Странно. Короче, я не знаю, откуда он появился. Погодь, может, подсказка здесь? Ага. Завершено. Вот честно говоря, что-то я не могу понять. Давай-ка дальше. Мой новый развертыватель. Доктор Торстейн. Я хотел лично поблагодарить вас за новый развертыватель. Мне известно, что люди записываются в очередь, чтобы получить одно из таких устройств. Так что я был приятно удивлен, когда утром нашел новенький прибор в своем кабинете. Чувство благодарности мешает мне лишний раз беспокоить вас. Но все же вы не могли бы ненадолго выделить мне одного из своих инженеров. Было бы замечательно, если бы он завернул ко мне и объяснил, что именно делает эта штука. Заказанные запчасти. Я хотел согласовать заявку доктора Ю опять. Сегодня я пришел в аппаратную, а там Морган просто стоит, словно не знает, куда еще поезди. Я предложил помощь. Оказалось, доктору Ю нужны запчасти для оператора. Я спросил, почему не хватает тех, что мы выдали ранее? И получил в ответ бессмысленный взгляд. Ничего личного, но заказанных запчастей хватило бы на ремонт пяти операторов. А у нас тут есть еще операторы в ожидании ремонта. Клайв. Че-то собирал, значит, да, Морган? Блин, подожди, давай-ка еще раз прочитаем за... Ага, 10 раз мы прочитаем, одну секундочку. Как там было данные? Вот, смотрите, код от сейфа. Ой, честно говоря, я не понимаю, что все это значит. Короче, ладно, подскажите мне, я пока что-то не могу дойти. Может быть, всему виной то, что сейчас 4 утра. Всякое может быть. Может, подсказка была прямо у меня на виду. Но я не заметил ее. Ну, тут вроде как все, пошли зайдем с другой стороны, да, я думаю. Вот, например, вот сюда куда-нибудь. Это мы все забираем. А у меня уже некуда, да? А я это могу скушать? Все. Взять боеприпасы в таком случае, раз я не могу забрать. Что-нибудь здесь? Есть обязательно. Вон еще что-то. Ну, это бухлянское. Ну, давайте выпьем уже раз. Такая пьянка пошла. Ох, тут много всякой жратвы. Слушайте, давайте, наверное, пока что ее оставлю. Я не буду ее использовать. Мне сказать, там можно, получается, перк качнуть. Который будет восстанавливать... Ну, благодаря которому у меня будет здоровье больше восстанавливаться, когда я буду кушать еду. Давайте, наверное, попозже, попозже лучше заберу. Готовим цветную капусту. Цветную капусту, славящуюся роскошным ароматом и универсальностью, можно добавлять во многие традиционные блюда, чтобы повысить их питательность и при этом не жертвовать вкусом. В имитацию картофельного пюре, тесто для пиццы, жареные рисовые шарики и так далее. Но если вы хотите получить максимум пользы для здоровья, готовьте цветную капусту на пару. А если нужно разнообразить цветовую палитру на тарелке, выбирайте лиловую разновидность капусты. Угу. Что там было, подожди? Мусорный бак, лимонная цедра, забираем. Ну все, получается, отправляемся к шлюзу. В таком случае сейчас все лишнее утилизируем, благо там есть где. А, подожди, а вот сюда еще я хотел зарулить. Подожди-ка, подожди-ка. А, здесь я был, все норм. Утилизируем все барахло. О, сука. Да что вы делаете? Вот заметьте, реально, у меня такое ощущение, что они начали появляться теперь чуть повыше, да, вот в этот раз на столе. И в прошлый раз он там уж там наверх залез. Короче, не знаю. Может быть, как бы тот человек, который написал мне про то, что они адаптируются, был прав, кстати. Ну, давай-ка, наверное, вот сюда. Теперь вот тут мы сейчас поднимемся. Одну секундочку. Да, блин. Теперь здесь давай все лишнее. И что еще? Получается вот это вот. Пистолет мне не нужен. Вот это не нужно. Еще вот. Ну и, в принципе, все. Все остальное. Хотя еду можно... Давай еду тоже. Пускай будут биоматериалы. Они там, по-моему, нужны для создания... Биоматериалы нужны для создания аптечек, по-моему, если ничего не путаю. И вот еще что-то. Заливные угри. Все создаем. Вот еще утилизируем. Ну и теперь... Можно сейчас будет сохраниться, да? И... Идти в шлюз. Пожелайте мне удачи. Мы идем в открытый космос. Ух ты, блин. Пониженная гравитация. Ваш костюм Транстар оснащен реактивной установкой, пользующей... Позволяющей перемещаться в космосе. Используйте L, так, понятно, для перемещения в невесомости, так, для усиления тяги, чтобы затормозить. Подниматься, опускаться, управлять креном, чтобы затормозить. Ну, короче, будем стараться. Там, надеюсь, есть подсказки. Да, есть подсказки, поэтому все норм. Подожди. У меня такое ощущение, что где-то здесь мимики. И это нифига, по-моему, не весело, да? Шлюз в лаборатории психотроники. Там еще труп человека летает. Там еще труп человека. Ну что, полетели в таком случае? Полутаем трупы? Может, что-нибудь интересное найдем? А можно к нам ускориться немножко? Подожди-ка. Летим. Слушайте, ну прикольно. Прикольно сделано. Стой, 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 стой. Давай-ка сюда. Стой. Первый есть. Получается, шлюз лаборатории психотроники закрыт. Я так понимаю, что... Его нужно открывать именно изнутри. Хотя давайте проверим. Может быть, снаружи там можно сделать? Стой, 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 стой. Давай-ка вот сюда. Ну, тут, по-моему, закрыто сейчас будет, да? Угу. Угу. Да, все ясно. То есть, вот это вот получается такой, ну, в кавычках, фаст-тревел, да? Можно будет быстро перемещаться по станции, как раз-таки, если я выйду в открытый космос. Хорошо. А я могу оружие достать? Да я могу достать оружие. Что меня... Подожди-ка, подожди-ка, стой, стой, стой. Спасибо, дружище. А, теперь давайте отправляться в мастерскую. Но мне нужно сначала в доктор улететь. Не, ну сделал, на самом деле, круто. Прям чувствуется, вот, невесомость. Стой, стой, стой. И вот здесь много всякого добра, которое нужно собрать, да? Давай-ка сюда. Баллон О2. Нет, не надо мне этого добра. Кислород же бесконечный, я правильно понимаю? Вот это забираем. Вот это вот. У нас еще есть сейв, но у меня нет кода от него. И хакеры у меня третьего уровня не прокачан, к сожалению. Погоди, вон там еще что-то. Походу дела патроны, да, есть? Я ничего не путаю. Да, патроны, патроны. А теперь... Куда, куда, куда? Вон, там что-то можно починить. Давайте так и поступим. И... Вводить в лабораторию волновой физики. Хорошо. Вот еще, кстати, вот это вот поняли, да? Ключ-карта. Мы получили его, там, аудиозапись. Давайте прослушаем. Мил, this is Dr. Calvino. What's up? Ключ-карта. А-рай? Я fabricated a shit ton of glass. А-рай? А-рай? Я не помню. А-рай? Ключ-карта. Вот, стой, стой, стой. Подожди-ка, опять что ли? Можно прослушать? Ключ-карта. Игорь. Это, это Dr. Calvino. Ах. Ключ-карта. Думаю, что вы стулете-карта. Или вы ignoreете меня? Я просто хочу... Ну, я буду сейчас немного занять на мою работу. Но, первое утро, я хочу выкателить себя в другой к уроке. Вы, видите, так-очень-очень-очень-очень, что-то шоу-очень. Когда-что ты общаешься из машинного машинного шкачала. И если Клайв является у нас, то просто возьмите его из оборудования, когда он не смотрит. Мы не должны знать код, но, ну, я его отправлю к тебе. Давайте, наверное, взлом прокачаем до второго уровня пока что. Ну и пока хватит. Я думаю, это нам пригодится так или иначе. Давайте вот туда. Мастерская уже недалеко. Тут рукой подать букву. Вольно. Это что было за херня? Почему дверь открылась? Ну, турель бы среагировала, если что-то было бы не так, правильно? Видимо, это просто какой-то глюк. Ладно. Чего? Фантом. Давай, говно, иди сюда. Вот черт. Где, откуда? Сверху вижу. Блин, он слишком быстро перемещается. Вроде все. Все, норм, ты жив, друг мой? Укрепить я не могу. Нужен ремонт 3. Будем качать ремонт. Не зря я турельку туда поставил. Ну-ка. Вот тут у нас уже получается мастерская. Давайте заходим. Ку-ку. Что-нибудь здесь есть? Скорее, в жесткий диск, изношенный провод. Это все забираем. Вот это тоже. Погоди-ка. Баллон для гипс-пушки нам точно пригодится. И вот этот весь мусор забираем. Подожди-ка, а что-нибудь еще? Это не нужно. Вот получается. Подожди-подожди-подожди. Сетевые утилиты. Ох, блин. Проверить или восстановить соединение с сервером. Диагностика. Версия полусостояния. Так, диагностика сетевых серверов. Диагностика экранов зеркала. Так, ну давай-ка, наверное, диагностика сетевых серверов. Ага. Так, 715. Запомнил. 715. Вот. Все, я понял. Это безумно интересно, но подождите. Конец видео. Все, ну-ка. Все, ну-ка. Все, ну-ка. Все, ну-ка. Итальянцы, да. Подожди, ну это еще же не вся. Что-то не так. Подожди, что-что-что? Что произошло? Где он? Вот. Все, да? Ага. Что-то там было, значит. Погоди-ка, это уберем. Тут ничего. С этой стороны тоже пусто, как я понимаю. Тут ничего. Подожди, где он? Куда он залез-то там? Тут нифига. Здесь тоже ничего. Странно. Там вон лаборатория волновой физики. Нам туда нужно будет зарулить. Ну ладно, ребят, давайте сделаем это уже в следующей части. В общем, очень интересно. Сходим как раз-таки потом в кабинет. Прослушаем сообщение до конца. И узнаем же, что там Морган хотел нам сказать сразу. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилась эта серия, не забывайте дикать большие пальцы вверх. Комментировать. Также подписываться на канал. На гугл плюс и твиттер. Там все информации и новости канала. Также подписывайтесь на твитч. Там проходят трансляции. Похоже на кое-что, но я не буду говорить. На дополнительные. Так я сказал. Ну ладно, все, ребята, давайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok